так приветствуем вас на своем канале и опять будет идти речь о посаде в третьем восстановление губы и вот немаловажно и вот этой решетки на которую мало кто обращает внимание но обещанное видео так как предыдущем видеоролике мы объясняли какие могут быть причины или почему греется посад b3 до больших температур причин много предыдущем видеоролике кому интересно заходите смотрите возможно кому-нибудь возможно кому-нибудь да пригодится итак я попробую показать что у нас с губой прошла у нас всего лишь зима а уже губа у наша с нашей решетки уже никакая вот все шевелится все обито вот здесь обито мы будем пробовать его восстанавливать с помощью паяльника но еще там каких-нибудь приспособлений вот словили мы лису котика ну и все она начала жить своей можно сказать жизнь ну а мы попытаемся и восстановить полностью открутим бампер снимать нам не нужно будет бампер у нас полностью остается снимается у нас только губа и вот эта решетка берем нашу уже к машинку китайскую начинаем искать шурупы это уже все самоделки наши китайский шурик значит надежно было прикручено шалом и шурупы не потерять кто-то не жалел каждый кусочек важен все будет восстановлено наверное шурупы не потеряю ну вот наша это уже не губа решетка лба вот она вот решеточка наш короче которая играет очень большую роль его лопасти подают направляют воздух именно на радиатор она еще лучше даже лучше чем сама губа охлаждает наш радиатор это уже проверено мной короче да вот этой нашей губы я вот пробовал делать самодельную вот этой губы у меня вообще не было дело я сметала вот она как я показать вот она сохнута уже вниз и она немножко мне помогала все равно не хватало вот этой решетки так как я считаю самую большую роль играть вот это именно решетка не это вот губа губа играет совсем маленькую роль я уже проверил лично так что вот эту мы тоже восстановим согнем все назад не знаю пока чем будем все восстанавливать саму губой решил не снимать поравняю свою самодельную она будет лучше удерживать нашу родную губу и восстановим нашу решетку и повесим естественно назад ну и посмотрим в конце что у нас получится металль металл металл вот так вот с каупцами просто выровняем я вот немного да будет она помогать удерживать нашу основную губу наша самоделка принципе пока все идем восстанавливать нашу решетку и так вот наш операционный стол какой-то никакой ну и вот наша решетка мы будем по-тихонькому спаивать каким методом сейчас попробую я вам показать на чем показать и потом покажу в конце результат какой получился немножко холодновато конечно все пластмасса хрупкая так вот наш паяльник греется китайский как всегда жало вот какое жало у нас не на будет видно не будет плоская именно плоская не круглая какой-нибудь сама лучше понять вот таким паяльниками вот таким жалом тут кстати температура я нику нас нагрелся и попробуем попробую я вам показать к примеру вот на этим на этом шве его нужно короче и но сейчас тут потрескана все это буду спаивать то все займет очень много времени я покажу каким способом вот все ровняем шов аккуратненько что было ровненько берем наш паяльник и вот самое начало греем эти на пошел паяльник пронизвать нашу пластмассу и потом шов на заворачиваем вот так вот все и сглаживаем не очень удобно кстати сглаживать еще осталось улова ничего страшного потом короче мы вот таким методом запаяем появится легко я конечно же забыл маску с собой взять одно что единственное берите маски потому что пластмасса очень сильно ядовито я без маски напаяю не знаете выживу круче вот таким движениями можно красивенько все сделать почти ровненько да вот короче вот такой вот шов у нас получится будет видно на камеру нет но результат точно будет а еще чуть не забыл еще мы будем армировать армировать делать страшно к примеру вот такие уже широкие швы мы будем армировать сейчас покажу как так как мы будем армировать делаем с проволоки вот такие вот крючки скобы вот пример так ложим или можно взять вот такие уже скобы с магазина которые идут в степлер их тоже можно рассоединять и также ложить и берем дальше паяльник желательно здесь уже побольше температуру поставить чтобы могла нагреться наша скоба и вот смотрим скоба наши начинаем нагреваться естественно утапливаться в нашу пластмассу идет идет сначала покажется что все нифига не так как надо можно помочь пальцем или какой-нибудь отверткой чтоб она равномерно утопилась вот все она в топло сразу же ровняем нашу поверхность к пластмасса не остыла чтобы не было видно нашу арматурки самой то есть уже плюс сама пластмасса будет держать и уже наша скоба то что здесь как раз нам нужен очень хороший шов и если нам не хватает пластмассы залить то можно взять какую-нибудь я взял от дивидером от ноутбука у меня валялся какой-то старый и отломал и вот пользуюсь таким куском и паяли пластмассы например здесь можно добавить берем кусок пластмассы вот так вот и угореем можно пожирнее все разгладиться опа вот он нажали ложим и сверху как масло и опять разглаживаем тихонечку все как кого рука набита можно и по-быстрому главное прогревать нижнюю пластмассу эту которую выложить то очень важно тогда будет сцеп хорош если вы прогреете только один кусок нижний и к примеру верх естественно зацепа не будет никакого абсолютно упал будет плохой по крайней мере зацеп результат будет совсем совсем плохой ну вот короче вот таким способом и методом мы дальше спаяем весь в бампер в бампер 5 бампер нашу решетку играет большую роль в охлаждении нашего автомобиля речь идет опасать оба третий месяц первого года выпуска на данный момент ну все ждем результат и так короче как то я вот восстановил решетку еще на никакой шаточки никакой вибрации уже не будет ней главное сейчас аккуратненько и и поставить и все будет отлично уже в дальнейшем когда-нибудь вы полностью автомобиль помоется где-то подкраситься наша задача данного видео было восстановить решетку и так ну что помните как было изначально как что-то здесь бежала страшно выглядела хотя и да и сейчас страшно выглядит но смотрите как все надежно надежный главного смотрите самый интересный момент вот куда идет воздух и право направляется на радиатор сама губа смотрите она да что то тут возможно подтягивает туда но с основной роли играет вот эти все решетки отключу фонарик может быть лучше ждать вот наш радиатор потрогать его даже можно какие-то были страшные удары мой радиатор но еще нормально вроде бы нигде не течет короче вот такая вот получилась тема и вот такое видеоролик кому понравилось данное видео подписывайтесь на канал ставьте обязательно лайки и колокольчик чтобы не пропускать дальнейшие видео рэки всем спасибо за просмотр и пока пока